Следующая психическая структура называется ум. Вот слово ум, видите, есть такое слово ум. Но в ведах описано, что эта структура более широкая, чем мы её представляем. Это не просто мысль думать, вот мы думаем, ум — это думать. Причём большинство людей не знает разницу, в чём разум, разница разум и ум. Они не знают разницу. Они думают, что разум думает, и ум думает. А разум не думает. Это ум думает. Вот есть разница между этими двумя вещами. Это ещё две тонкие структуры психические. Есть чувство собственного достоинства, есть ум, есть разум. Вот и всё. Всего три. И вот ум — это такая обширная структура психическая, называется на санскрите «мамос». Это фактически остов человеческого существования. То есть, если говорить, допустим, взять семечко, допустим, дуба и посадить, из него вырастает дуб. Почему из-за него никогда не вырастает яблони из семечка, думаю? Как вы думаете? А? Видите, вы мыслите грубой материи. Это нормально. Там действительно есть там всякие ДНК, там всё прочее. Там соединяется с водой семечко, начинает разбухать, генетика включается и пошла работать, и вырастает дерево. Но веды говорят, что немножко всё не так. Потому что, чтобы дерево вырастало, нужна какая-то двигательная сила, то есть желание жить. Материя собак себе жить не хочет. Вот стол почему-то не растёт. Вот, а семечко растёт. Потому что есть для этого причина. Причина заключается в том, что есть чертёж. Есть душа, которая входит в семечко, которая соединяется с влагой. Вот пока семечко без влаги, душа туда не входит. Там есть предпосылки жизни, но возможности жить нет. Потому что нужна влага для семечко. Ну, такая есть, разные формы, как бы, вхождение души. Ну, вот в данном случае у растения нужна влага. И сам рост растения, он зависит от чертежа, который находится внутри души. Вот душа, и вокруг неё есть структура психическая, которая называется манос. Или тонкое тело ума. Эта структура имеет психические каналы, они даже есть атросы этих каналов в ведах. Эти каналы называются шротасы. Вот каждый канал такой шротас, он возбуждает энергию движения, деления в клетках. Ну, то есть это как такая волновая сила, которая заставляет материю возбуждаться и делиться. Причём интересно знать, что если взять, допустим, трубку, вот у человека, да, вот нервная трубка, допустим, она растёт, сразу в нескольких местах начинает расти и соединяется точно очень. Если это просто химия, тогда спрашивается, с какой стати, допустим, если мы роем, допустим, с двух сторон гору, туннель делаем, и у нас нет чертежа. Где гарантия, что мы не вот так вот сойдёмся, а вот так обязательно. Всегда есть какие-то отклонения, но если есть чертеж, то они прямо и точно соединяются. Вот клетки растут в организме по чертежу всегда, и зародыш, зарождение идёт не только вот из одного места, там из ноги колено было в сайт, потом петро, потом... Они в разных местах сразу как бы начинают расти с разных сторон, и всё вместе сразу создаётся. Точно так же вот это здание строилось, невозможно его с одного стороны строить, нужен чертёж, и по этому чертежу строится здание. Точно так же у нас есть шротасы, психические каналы, по которым строится здание нашего организма. Зачем интересно знать, что если, допустим, в каком-то шротасе есть нарушения, а в тонком теле тоже могут быть нарушения, то тогда в этом месте кишечник непроходим, допустим. Есть анна-ваха-шротас, этот шротас создаёт пищеварительную трубку всю, а потом дальше... А если там непроходимость, то и кишечник становится непроходимым. Так вот, древние учёные ведические могли по пульсу матери определить, где нарушение. В шротасах у ребёнка. И с помощью звуков, потому что вот эти вот каналы тонкие, на них влияет звук. Пространство меняется с помощью звука, веды говорят. Форма меняется с помощью света. И так далее. Ну то есть, ну это сложно понять. Но так или иначе, то есть они могли с помощью звука пробить этот шротас, и ребёнок в результате рождался здоровым. Представлять, это описано бедой, эти вещи все. Ну то есть, другими словами, идея в чём заключается? В том, что у нас мы как бы имеем уже определённую структуру с рождения. И тонкое тело человека, вот это психическое тело, оно не умирает. Вот душа, допустим, уходит из грубого тела, вы говорите, у меня умер родственник. Это смотря, ну, как бы, что вы имеете в виду. Вот, допустим, если взять я. Вот, допустим, если мне руку отрезать, я остаюсь я, или я уже не тот человек? Я тот человек? Тот. А если другую руку? Тот. А если ногу? Тот. А если другую ногу? Тот. А если полголовы? Есть один негр, он живёт, у него полголовы. Всё нормально, всё помнит, всё классно. Тот. А другую половину? Тоже тот. И так можно понять, сердце пересадить, печень пересадить. Тоже тот, да? То есть, получается, чтобы я не удалил, я всё равно тот же самый остаюсь. Это значит, что я не тело, мои хорошие, не тело. То есть, тело – это то, где я нахожусь. Понимаете? И причём тело меняется постоянно. Вот когда мне недавно показали, мама, фотографии, совсем я маленький был, я такой удивился, что я такой был раньше. Ну, совсем другое тело, другое было. Такое совсем маленькое, такой. Вот. Сейчас у меня другое тело. А пройдёт 20 лет, оно будет такое… Здравствуйте, дорогие мои. Я надеюсь, что всё, могу лекции читать. Вот. Вот. Ну, то есть, тело меняется постоянно. А я остаюсь тот же самый. Вот это я – это не тело. Я – это психическое тело. И поэтому ваши родственники не умерли. Они остались живы. Просто у них перестало существовать грубое тело. Они остались в тонком теле. И если бы вы это видели, вы бы очень сильно удивились. Вот я всю жизнь пытаюсь изучать это, научился видеть, чувствовать хорошо тонкое тело. И наблюдала один раз картину, как мой знакомый, один человек, он болел раком. И он неожиданно, вот, в мой день рождения, у меня на глазах ушёл из жизни. Я пришёл его проведать просто. Говорю, как у тебя? Он говорит, всё хорошо. Что-то мне душно, говорит, открой окно. Я открываю, поворачиваю, всё. У меня вот так вот и сердце у него становилось. Вот. И потом, ну, я пытался ему как-то помочь, ничего не получилось. И потом я наблюдал, как сначала тонкое тело свернулось вот в эту зону. Здесь центр находится. Там же душа находится, вот здесь. Свернулось оно, вышло из, ну, как бы. А потом дальше оторвалось из этого места, вот оторвалось. И пошло, раз, и вышло наружу душа вместе с тонким телом. И оно развернулось там у него тонкое тело. Оно сначала свернулось вот здесь, потом вышло, потом раз, и развернулось. И он начал себя опять ощущать. И два раза он пытался вернуться назад в своё тело. Назад туда лезет, а уже всё, как бы. Я пытался с ним сконтактировать, ему мысленно посылаю сигнал, говорю, да ты уже всё, давай молись, говорю, что ты уже ничего не сделаешь. Дальше иди своей дорогой, живи и дальше. Вот он успокоился какое-то время. Мы начали за него молиться, и он находился, вот слушал эту молитву, очищался, очищался, очищался. Вот так вот такая ситуация была. Очень важно иметь такой опыт, потому что люди часто, ну, как бы, не верят в это всё. Они говорят, да нет этого всего. А потом, когда родственник, ушедший из жизни, приходит во сне, потому что между сном и бодрствованием мы можем видеть тонкий мир, тонкие тела. Все люди могут видеть, каждый человек. Когда человек пробуждается и засыпает. В это время у нас концепция вот этой жизни, то есть мы сейчас находимся в определенном парадигме внутренней. Она парадигма, отключается это, момент засыпания. И я начинаю чувствовать тонкую реальность, невидимую, психическую реальность, видеть начинаю. Приведу вам пример. Я читал лекции в Иваново, это было где-то лет 18, наверное, назад. И нас поселили в квартире, я захожу, квартира какая-то такая, знаете, там скорбью всё пропитана. Я говорю, что здесь такое происходило, хозяин спрашивает. Я говорю, да здесь у нас мама жила, она ушла из жизни пару недель назад. И мы решили сдавать квартиру, вы уж нас спросите вот так. Ну и как бы, ну ладно, мама жила хорошо. Вот, и на следующий день ночью я сплю, открываю глаза и смотрю на меня, бабуська какая-то идёт. Прямо на меня идёт так, такая. Ну в комнату зашла, идёт. И я такой начал хлопать, испугался. Вот так, почему-то я хлопать начал, не знаю почему. И она тоже испугалась и сквозь стенку так и пробежала. Я понял, что это тонкая реальность, а не грубая, потому что я-то спал, я не понял. Я видел, как вот, человека. Потом я по фотографиям узнал её, что она ещё здесь в доме находится. Она ещё не ушла, 40 дней человек где-то в доме находится, пока он ушёл из жизни. Не уходит, у него перестраивается тонкое тело, чуть-чуть переформируется для другой жизни, дальше или на душе. Это всё описано в бедах, я вам ничего не сочиняю, но я просто был свидетелем этих вещей. То есть я видел, как это происходит, поэтому я вам делюсь. Если вы считаете, что я больной человек психически, то можете не тратить зря время. Да не, он просто пошёл всё равно. Он давно слушает мои лекции, я знаю. Итак, интересно вам? И так вот, в психическом теле, в нашем психическом теле, я просто не буду всё описывать, там очень много чего есть сказать. Вот, это тонкое тело ума. Там есть два типа каналов. Есть нади, нади. Эти каналы, они соединяют нас с окружающими людьми, со всем этим миром. И они внутри нас тоже находятся. Эти каналы, они связаны с психикой. И они регулируют психические функции человека. А из шротаса эти каналы соединяют нас с грубым телом. И внутри шротаса течёт энергия психическая, которая даёт силу жить каждому органу и каждой системе. Допустим, взять сердце. Вокруг сердца находится вот такая оболочка психическая, состоящая из этого канала. И эта оболочка психическая даёт энергию жить, сердцу жить. Причём психическая энергия, которую организм требует для жизни, это та же энергия счастья. И каждый орган, он нуждается в своей энергии счастья. Например, сердце, оно хочет доброты, нежности. Печень воли хочет стабильности, чтобы всё нормально было, стабильно. И она печень даёт человеку так же назад, возвращается его воли. И берёт, и назад даёт. Сердце тоже берёт доброту, даёт мобородку. Когда у человека вирусный гепатит начинается, инфекционный гепатит, первый признак – это сильное безволие. Человек ничего делать не хочет, слабость какая-то, депресняк. Признак болезни печени. Вообще, когда тяжёлое заболевание печени начинается, у человека депресняк. Если тяжёлое заболевание сердца начинает, человек становится очень капризным, и он реагирует сильно на любую проблему, раздражительным становится. Если заболевание кишечника начинается, человеку очень трудно что-то делать, работать. Начинает работать, и у него как бы живот болит, начинает кишечник замыкает. И так далее. То есть каждый орган имеет свой характер. Характер – это энергия счастья. Иногда у человека не хватает такого характера, такого характера. То есть это так по судьбе бывает. Видите, счастье нужно постоянно, даже организму, даже органам, не то что вот нам. Человек без счастья жить не может. Нужно счастье. Но если человек зациклен на себе, он счастье теряет, истощается. У него нет возможности быть счастливым. Депрессия уходит. Депрессия означает самоубийство. Человек в депресснике находится, как бы все плохо, все тяжело. Значит он убивается вот постепенно. Сначала у него психика истощается, потом грубое тело истощается, потом хронические заболевания начинаются. Потом дальше уже все. В психическом теле, в этом тонком теле ума, находится центр. Вот здесь находится центр. Там находится судьба человека. Это такая глубинная память о наших прошлых желаниях и поступках. Если, допустим, взять, отвлечься от боли, от напряжения, от страдания и просто сосредоточиться на каком-то событии, которое влияет на меня, то человек может через концентрацию внимания почувствовать в прошлом, что с ним именно было, что он получил такое событие. То есть эта память от нас не закрыта. Просто мы очень сильно прикованы к настоящему и к событиям, которые здесь есть, и мы не можем проследить связь. Но иногда бывает так, что человек, допустим, совершил уже в этой жизни какой-то поступок плохой. И этот поступок, он как бы чувствует, что не все коту масленица, что что-то может такое не очень хорошее со мной произойти из-за того, что этот поступок совершил. И когда в жизни это случается, что-то не очень хорошее, тогда человек прослеживает четкую связь. Что вот за это я получил. Поднимите руку, а вот такое было в жизни, проследили такую связь. Видите, это значит, что вы изучаете свою жизнь, пытается понять закономерности.